здравствуйте дорогие соотечественники 7 августа 2024 года время по стране 1540 записываются у меня интервью диалог интервью это значит у кого-то берут интервью здесь будет диалог и я вот сейчас практику такую взял людей приглашаю на разговор здесь мне важно вот разговаривать людьми которые в гражданской среде активно себя вели трансформация их не мышление вот они заходили в одно время вот эту гражданскую это площадку гражданское сообщество нашей страны и вот как у них сознание меняется мировоззрение меняется взгляды меняется очень важно есть какие-то подвижки ну рот должен быть всегда просто и мне это очень интересно мой сегодняшний собеседник собеседница айгуль утепова айгуль здравствуйте 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 ну айгуль утепова гражданская активная активность проявляла вот это было в этом среде общественной в основном мы видели наблюдали двадцатые годы да вот фут когда был судили ну принципе я с айгуль разговариваю она раньше начала значит так активно проявлять себя общественной жизни и тебя я хочу айгуль чтобы немножко представились да коротко биографию свою и вот с какого момента значит вы проявляете гражданскую активность и мы с этого начнем нашего беседу здравствуйте я бы не назвала себя гражданской активисткой потому что я человек по жизни не активный интроверт не люблю большое скопление народов более того ну я не люблю оффлайн общаться с людьми раньше я вообще не интересовалась политикой но однажды я увидела кадры как жена узенья расстреливают казахов и что-то душе перевернулось и этот случай мы начали обсуждать в социальных сетях в социальных сетях в одноклассниках потом фейсбук стал популярным фейсбуке обсуждали я сделала первую своей жизни акции повесила на балконе плакат с надписью жена узи и именно тогда когда мою квартиру штурмовали полицейские кнбшники прокуроры угрожали моим родственникам пытали их жена узеньем я тогда поняла что есть такой большой мир и очень опасный если ты туда вступил ты очень сильно рискуешь вы жили в шинкенте я жила в шинкенте это был январь 2012 года да я протестовала против того чтобы против выборов назарбаева после секунду кровавые события случились вот эти вы душевную пару был плакат вывесили и машина на вас наехала и вы сразу поняли вы зашли не туда до куда нельзя заходить что-то там страшная какая-то сила есть правильно да ну давайте сначала давайте сначала вы свою биографию это образование меня интересует профессия где родились это я родилась селе абай келесского района это крайний юг казахстана потом я закончила нархоз в ташкенте и потом заочно прединститут факультет математики и информатики я работала в детском саду преподавателем музыки воспитательницы в школе работала учителем экономики а потом 2003 году я переехала шинкент и работала преподавателем в университете мирас потом я устроилась работать на телевидении но так как я почти три года не выходила из видеоархива и мне не давали там стать ведущей или журналистов я журналистами я выговорила и воли ласоклига но потом я работала в разных местах но это я поняла что у меня там появился враг очень опасный и куда бы я не собиралась устраиваться на работу эта женщина звонила туда и уговаривала не принимать меня на работу с какого года она появилась куратор который следил чтобы никуда не попали когда она появилась она работала на телевидении и сама напросилась дружить со мной с какого периода на время когда она появилась в 2008 году а чем связываете я думаю что я просто я это не связываю с политикой тогда политикой вообще никто не интересовался тем более я это была просто женщина-нарцисс и однажды после этого я уволилась с телевидения но однажды я узнала что она вместе с двумя своими двое племянницами избила мою знакомую и я и моя знакомая сказала мне что она подала в полицию но боится что дело закроет так как у этой журналистки очень много знакомых в полиции прокуратуре и везде и я очень сильно хотела защитить вот эту вот нашу общую знакомую и обошла и руководителя прокуратуры и руководителя полиции и все 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 это были времена когда вокруг организации не было таких заборов проверки любой человек мог зайти к любому начальнику сейчас уже не так все обещали мне не вмешиваться но в конце концов во время суда моя общая знакомая она простила ее но это журналистка она меня не простила и все эти годы пока я оставалась жить в шимкенте она просто мне выдала волчий билет и распространяла про меня слухи на масштабе всего казахстана что я как будто бы имею желтый билет что я как будто бы сумасшедшая и так далее это когда ты не понимаешь почему тебе люди которых ты первый раз жизни видишь вот как-то странно относится странно смотрит а дело вот в чем но эта женщина она года два назад умерла от рака царствие небесное 2014 году моя дочь поступила в университет в астану и через год я приехала ее навестить потому что это моя единственная дочь но обратно уехать я не смогла я не смогла оставить своего ребенка и осталась здесь здесь я сотрудничала с ньютаймской зэ сначала мы делали видеоблог они меня тоже на работу не приглашали почему-то хотя образование все у меня же есть я делала видеоблоги которые собирали очень много тысяч просмотров и поднимала там темы сексуальных отношений темы лгбт критиковала чиновников рассказывала о стереотипах которые давлеют над гражданами нашего казахстана постепенно мне позволили редактировать тексты писать статьи и так далее и начинающие информационные агентства при моем сотрудничестве стала очень знаменитым и очень узнаваемыми как называется это агентство ньютаймс 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 сейчас там руководитель ну его бахчан зовут я фамилию не знаю это же много лет назад было и вот помните 2018 году был огромный скандал связанный с изнасилованием семилетнего вот эту статью написала я а помните череду скандалов спорным министром был такой министр который сейчас тюрьме сидит до когда он был еще силе мы выпустили ряд статей материал против него еще вот такие вот есть у нас еще один депутат сын которого не платил алименты своим пятерым детям про него тоже написали и каждая я старалась чтобы каждый мой материал был поистине бомбой чтобы он мог изменить окружающую ну смотрите это можно приписать желтый прессе к политике это отношение имела это пиар вот не им с кзшу смотрели вот мы взрываем мы всех это вас прессовали вот это мухаммаде улы он там дело возбуждал я слышал тоже пытался там студент со студентками связано там студенты зажимал вроде да да тогда мы поиграли все а потом я написала статью о том что депутат вот этот вот который на дамбре играет то что он украл мелодию песни елемай у своего учителя я написала статью на русском языке дело в том что на казахском об этом писали в соцсетях но как вы знаете власти у нас русскоязычный поэтому они читают но в основном на русские на русском написанные материалы и вот я написала эту статью собрала эти материалы а то всюду и тогда этот бекулат ли ухан подал на меня в суд главное следственное управление ну к счастью состава преступления не нашли дело закрыли потому что он же действительно украл эту музыку руководство ньютайм спезе она это жила за счет грантов а то есть игры вы же знаете у нас есть государственная информационная политика на которую выделяются деньги так вот допустим в этой редакции двое людей отрабатывали это эти деньги писали про акимов про это там всякую ерунду которую не читает никто да но главное чтобы выполнить заказ а деньги полученные за это за информационное обслуживание делились между реальными журналистами которые желтую прессу как я пишут или там новости какие-то пишут вот так существовало информационное агентство нашей и многие информационные агентства существует до сих пор потом я заболела в 2016 году и ушла с работой и вот вы себя вообще журналистскому сообществу относите да я отношу себя к журналистскому сообществу потому что я с детства мечтала быть журналистом писала стен газеты в школе печаталась в пионерских детских газетах и даже ездила в городскую смену в артек в 82 году я об этом всегда мечтала хотя родители были против вот сейчас вот когда здоровье пришло в норму допустим физическое я вот что-то не хочу возвращаться в эту журналистику настоящую очень-очень разочарованы потому что дело даже не в том что наши информационные агентства живут за счет госзаказа это ничего плохого нет даже хорошо но за последние годы я заметила что нашей стране появились средства массовой информации которые финансируются китаем но это тоже неплохо но появились средства массовой информации что самое ужасное которые принадлежат ну допустим российским олигархам и как бы российским олигархам и мне это не нравится это самый как правило это самые богатые смы где хорошая зарплата но работать там это просто бесчестно например я слышала что вот этот я же какой турлов вот он купил одно средство массовой информации у нас я вам лично скажу чтобы меня не обвиняли смотрите мы немножко перед забежали темы посмотрите биография вас интересует вот это события когда вас на уже за вас серьезно взялись уже там это вышли за рамки которые определены журналистам это куда-то вас понесло и вас решили на место поставить это были события какого года это когда дело возбудили суд дела а но это был уже совсем конец я думаю что папочку на меня в органах завели уже 2012 году в январе ну потом я ездила из шимпента в алмату активисты казахстана не хотели чтобы казахстан вступал в еаэс ну казахстан все равно вступил в него и я я чувствовала эту незримую слежку всегда и даже мой руководитель сми которым он работал я работал он говорил за за вами следят это точно знаю не говоря и во время земельных митингов наши власти почему-то решили что я представляю какую-то из политических сил хотя я была официально журналистом корреспондентом смыли и они это полиция несколько раз похищала меня на улице и прокурор пытался заставить меня написать какую-то расписку о том что я такого-то числа не выйду из дома и все такое там не пойду на митинг но я на митинге так не собиралась но это подписывать такие это не считал же я считал что это абсурд потом день земельного митинга редактор мне поручил пойти на этот митинг ну не на сам митинг а вот стоять в сторонке и наблюдать это обычная работа официального журналиста и что вы думаете 7 часов утра я вышла на крыльцо покурить и меня трое этих молодых людей похитили дата это было до ночи дата когда это было это было ну земельные митинги когда они были шестнадцатый год да шестнадцатый год 21 мая это же так давно было день земельного митинга меня похитили и до вечера я сидела в полиции а следователь значит я спросила под каким предлогом вы меня задержали ой на вас это какая-то алматинка фамилию называет заявление написала ей не понравился какой-то ваш ролик и до вечера он делал вид как будто заполняет дело все такое но это дело не было заведено мне кажется ну это понятно они всегда так говорили на вас жалоба когда вы машину стукнули вас стукнули мы разберемся сейчас посидите здесь тихо да ну вот потом я уже после 2018 года я не работала в семье я занималась своим здоровьем но так как я активно в социальных сетях и мониторию их все время я как бы виртуально дружила со многими людьми со многими людьми не вмешиваясь в их жизнь и тогда появилось движение ДВК то есть оно давно было но в какой-то момент моя знакомая Жанна отметила с которой который я у нее дома была в Алма-Ате все такое когда мы против ЕАЭС боролись я у нее гостила все такое то ей пришлось уехать в Киев а потом ей предложили работу координатора в этом ДВК но я сказала я вообще не активист по жизни там помогать тебе не собираюсь и я не состояла в чатах и как бы ничего не делала мы просто общались как две женщины знакомые и как человек эмпатичный мне было жаль ее когда на нее нападает ну я наверное у меня архетип спасателя помните я рассказывала как я в Шенкенте заступилась за свою за себя я ступиться у меня не хватает ни смелости ничего вот если рядом кого-то обижает какая-то смелость появляется какая-то напористость я ее как бы защищала да я она уехала в Киев с клеймом мошенницы и мне больно было читать что про нее пишут я как могла я восстанавливала ее реноме то есть у меня реноме нормальное я живу правильно то есть меня знают издавна в социальных сетях Казахстана как казахскую националистку чуть ли не фашистку и так далее да и как бы казахи мне доверяли а ей нет ей надо было чтобы ей доверяли наши казахи и я очень большой вклад в это сделала как бы чтобы ей доверяли дальше значит кратко говоря почему меня арестовали наши власти в 2020 году дело в том что то в какой-то момент мы выяснили что этот обрядов мы стали за ним наблюдать он что-то очень себя странно ведет во-первых он каким-то образом смог забрать из Казахстана своих родственников родственников жены и как это власти на это пошли не понимаю хотя я понимаю после этого облязов начал сворачивать деятельность ДВК то есть раньше это было реальное движение реальное движение каждый месяц делали митинги акции а теперь он начал блокировать все эти движения но он не хотел закрывать эту организацию я так поняла хотела оставить там 10-15 человек которые иногда кричат про него потом мы начали копать информацию против него и выяснили что он действительно действительно большой большой ворон а кто это мы комитет сформировался да или вот команда мы начали копать мне вот здесь интересно кто посмотрите если Жанна сейчас посмотрит это видео я накопала я это сделала что она почувствует это же ну правда же нет кто вы говорите мы почему именно против Аблязова смотрите вы не участвовали в ВК нигде и вдруг вы антиаблязовский комитет какой-то возникает ну Жанна будет смотрите там у них конфликт возник они все ладно дружили мило там это расшаркивались до определенного момента там у них потом конфликт возник это после как появился во власти там уже усиление произошло на политическом фронте русские политтехнологи зашли я так понимаю и они там умело умело работали с вами там активистами там и т.д. и т.п. это дробили да а вот здесь вот ваша роль зачем вы вы не входили что послужило с пусковым крючком да почему вы выступаете против Аблязова вы говорите мы начали изучать Аблязова чем это вызвано то смотрите вот это что даже я вас сейчас интервью беру хорошо ну вот когда начинаю критиковать Аблязова Аблязова у нас всегда воспринимается как главный оппозиционер если кто-то против него работает значит что-то там есть да вот здесь я сразу чтобы не было никаких недоразумений нет вы знаете я здесь здесь вас не просил артист ну мы должны разбираться кого любить ненавидеть кого уважать не уважать и да вот здесь я вопрос задал мы начали кто мы кроме вас кто нашел Аблязова значит это зондировать против да ну мы с Жанной вдвоем смотрите с чего началось наше расследование когда вы секунду когда вы сплотились и почему дата интересует когда вы сплотились против Аблязова и почему вот это я вам рассказываю в какой-то момент он просто тянул с оплатой работников своего штаба бедная украинская женщина жительница Киева взяла много много чуть ли там не сто пятьдесят двести тысяч долларов чтобы платить зарплату работникам штаба а потом Аблязов не вернул ей деньги и она заболела очень не знаю что с ней происходит секунду с этого момента мы здесь не слышали эту женщину добрую да почему-то она это не поднимала тему не освещала претензий не предъявляла Аблязова не юридически не то что Аблязов не заплатил зарплату Жанна Ботта делала много эфиров писала об этом письменно на своей странице в Facebook это был большой большой скандал многие люди короче хорошо я перебил продолжайте давайте да и значит это попало с тем моментом когда он перестал платить зарплату с тем моментом когда видимо он пошел на сделку с нашими властями власти отдали ему его родственников да и родственников отпустили а он видимо за это пообещал свернуть проект до минимальных размеров поэтому здесь смотрите я свое видение хочу просто потому что забуду это вот у него там сестренка уехала первая потом мама вот кстати вот мы сегодня слышим информацию мама скончалась у него вот я пользуюсь случаем это приношу соболезнования Мухтару облязывал что мама скончалась я Арт Хайдл Болсон Жанна Жанна Тоболсон смотрите это его семья они выехали раньше вот этот конфликт возник в девятнадцатом году не 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 я имею ввиду не семью у него же был родственник его жены как же его звали они все уже там за границей были он правильно делал потому что там он сидел в тюрьме не хорошо он выводил их жены облязыва сидел в тюрьме в тринадцатом году здесь в Италии его жену это ребенка там подкупает итальянцев ворует потом хорошо итальянцы нет смотрите это же было раньше какая связь нет помните был человек у которого у которого были на которого записаны были счета облязыва вот я его сейчас имя вспомнить не могу его посадили в тюрьму и активисты каждый день выходили чтобы его освободить шалобаев нет не шалобаев как-то ему фамилия боже ты мой а это помните у облязова была любовница такая с длинными волосами вот ее брат как его звали то я не знаю о боже мой ну все его знают в общем он сидел в тюрьме его не выпускали но потом его выпустили и еще нескольких людей выпустили которых вы точно не знаете а на нем были счета и после этого он было целое телевидение промоушн все было да это все пришлось свернуть он просто кинул этих людей а вы не допускаете что вы не допускаете что его оппоненты добрались до его щитов и заблокировали через ту же козловскую там джерди малей брат попал я вот эту тему озвучивал да они взяли они взяли в оборот они взяли в оборот козловскую джерди малей и заблокировали счета а вы все бать вот и деньги не заплатил он платил успешно джерди малей брата как зовут да я не помню у брата там он вот эта компания какую-то вертолет надержал они его Это было как раз, как Тухаев пришел, вот это жесткий прессинг. Вот, он сидел в тюрьме, брат Жародимали, по-моему, это он. А эти, вы такие наивные были, в соцсетях требовали его освобождения, какие дураки были. И, в общем, все это совпало. После того, как его выпустили, он начал странно себя вести. Во-первых, перестал платить зарплату, вообще отказался это платить. То есть, сохранилось много аудиозаписи, с его словами все такое. Потом я начала смотреть, переводить с английского материалы судов по нему. Оказывается, он действительно крал деньги и должен большие деньги налогоплательщикам США и других стран. Были суды и все такое. Ну, потом, после этого он тоже очень странно себя вел, это просто долго рассказывать. Потом он пригласил, видимо, к нему пришли российские политтехнологи во главе с Козловской. Козловская отстранила как бы Жанну Боту и сама начала работать в чатах с этими активистами. Жанна, конечно, возмущалась. И, в конце концов, всеобщими усилиями... А, они все это сократили на ноль. А еще, видимо, Облязову было дано условие, что он сольет всех активистов. Для этого он простой приемный сделал. Он сказал, давайте выходите все с Думы. И выходили в Думы эти активисты, по 50, по 100 человек. А потом всех арестовывали. Более 5000 человек было арестовано после этого. Так вот, после чего мы... Значит, конфликт был когда с Облязовым. Была какая-то девушка одна, инвалид, в Алмате живет. В какой-то момент она очень сильно влюбилась в Облязова. И было им восхищением, потому что он ей звонил, лично разговаривал. Она чувствовала себя значительной. В какой-то момент Облязов начал писать про Жанну Боту неправду. Я это точно знаю, потому что я ее хорошо знаю. А она подхватила и начала ее прямо в соцсетях материть. Я в комментариях сказала, так не говори против нее. На самом деле было не так, не так. И так далее. И начала критиковать Облязова. В это время в комментариях Облязов появился и начал мне угрожать. Вы не вмешивайтесь, вам будет хуже. Я даже застынула эти его слова. И я понимала, что он очень опасный человек. Думая над его личностью, я вспоминала тех людей, многих людей, которые раньше с ним работали. Сколько бы людей с ним не работало, они в какой-то момент уходили и молчание Облязова. Ни хорошее, ни плохое против него не говорили. Из чего я делаю вывод? Видимо, он, во-первых, возможно, он их кидал. Во-первых. Во-вторых, они знали, что он очень опасный человек. Очень опасный. Айгорь, здесь понятно, ваши отношения. Вы не полюбили Мухтара Облязова. У вас отношения раньше позитивные были, я так понял, до этого момента? Когда вам показалось, что он... Понимаете, у меня было позитивное отношение, потому что я действительно думала, что он хочет политические изменения в нашей стране. Хорошо. Вам потом показалось, что он... Но когда я поняла, что он это не собирается, я очень сильно разочаровалась. Смотрите, у нас, чтобы конструктивный диалог был. Потом вам показалось, что он неправильно себя ведет, несправедливо. Вы, я так понял, человек, как сказали, эмпатичный. И когда где-то несправедливость, вы идете туда. Вот здесь вопрос я хотел бы сразу, чтобы это определиться. Сейчас Жанна Ботта, на ваш взгляд, кто сейчас вот? Она себя позиционировала там кем-то. А сейчас, на ваш взгляд, кто она? Правильно себя ведет? Вы знаете, мы с Жанной Боттой не общаемся с тех пор, как она уехала во Францию. Но я наблюдаю за ней просто издалека, как бы. Она, как и раньше, она талантливый политтехнолог и организатор. Но, к сожалению, недавно она объявила, что покидает общественную жизнь, как бы, да, общественно-политическую жизнь навсегда. Она сказала, что кто-то на нее оказывает давление, и она вынуждена это сделать. Но кто эти люди, она не сказала. Хорошо. Вы огорчились, что она ушла с общественной работы? Да, да, скучно. А то, что она в последнее время, с прошлого года, сторонник этого Тукаева, предлагает народ сплотиться вокруг него, консолидироваться, это нормально, на ваш взгляд? Конечно, нормально. Я тоже, в данный момент, я тоже сторонник Тукаева. Вот я хотел перейти, вот как вы теперь оценку даете? Вы, ну, допустим, вы считаете, что вот облязыва оценка дали, что он там такой-сякой, а вот оппонент-то он главный сейчас тухает. Вот характеризмите, что такое тухает, на ваш взгляд? Вы знаете, когда мы про него говорили, что он табуретка, что он неуверенный, что такой-сякой, я думаю, мы просто не понимали, какого масштаба личности этот человек. Сейчас, наблюдая за ним, да, наблюдая, как он идёт на острее ножа, идёт, и один неверный шаг, и наша страна может куда-то свалиться. Я понимаю, что он использует знания, которые у него есть. Вы же знаете, у него образование дипломатическое, он долгие годы работал дипломатом, и при этом он владеет несколькими языками. Если человек владеет больше, чем одним языком, его вообще нельзя назвать глупым, я считаю. Но почему, смотрите, многие могут сказать, а как же Антар? Да? Ну, мы уже даже не будем говорить, что он несправедливо пришёл в власть. Я считаю, что Тукаева никто не выбирал, выборы были сфальсифицированы. Но это в прошлом. Потом произошёл Антар. Что бы я хотела сказать про январьские события 2022 года? Вы знаете, наши власти, вот к какому выводу я пришла? Наши власти, да, они знают очень много о том, что есть на самом деле. Но во взаимодействии с простым народом, с обществом, они не говорят эту правду. Просто не говорят. Например, они могут бороться с теми, кто хочет выйти на земельные митинги. Но при этом можно же было сказать, люди, этот земельный митинг высосан из пальца, это российские политтехнологи всё это устраивают, а мы просто защищаемся, защищаем нашу страну от дестабилизации. Нет, они это не говорят. То же самое с контактами. Я думаю, что придёт день, когда Тукаев напишет воспоминания, мемуары, и он расскажет, как было всё на самом деле. Но, к сожалению, правды мы сейчас не узнаем. Вот смотрите. Особенно про это действие российских войск по убийству наших граждан в городах Казахстана. Мы это сейчас не узнаем, к сожалению. А кто, кстати, убивал в городах Казахстана казахстанцев? Кто убивал? Кто убивал, на ваш взгляд, мне это неизвестно. Но моё сердце говорит, что это были российские солдаты. И то, что вот Тукаев обращается официально, заводит войска, они здесь в Сафаре устраивают пулемётов, автоматов, снайперских винтовых, детям там, айкорьким, среди братьев-сестёр, мозги в ноте. Вы это всё считаете нормально, всё хорошо. Я так понял, да? Можно я выдвину версию одну? Это я сейчас выдвину версию, но она может быть ошибочна. Я же человек. Возможно, это была сложная, сложнейшая, многоходовая дипломатическая игра. Потому что я слышала, что на самом деле Россия собиралась идти войной на Казахстан, а не на Украину в 2022 году. Но Тукаев это как-то всё обыграл по-другому. Что они как будто пришли защищать, а потом он обратился к Китаю, Китай нажал на Россию, войска вывели. Примитивный такой ход мысли, да? Где-то что-то там вы тень на плетень наводите, факты, вещи упрямые, да? Чётко видим, я не одну сотню видео лекций посвятил освещению этой темы, что вот это всё заранее всё спланировано, предваряя эти события, 20-й год, 10-й августа, выборы президента Лукашенко, там они провели спецоперацию, Лукашенко привязал к сапогу, потом 1-й по 13-й января до 2-го года это спецоперация за 2-3 года минимум распланированная по установлению русского оккупационного режима во главе гавлятера Тухаева, это тоже спецоперация для того, чтобы предварить нападение на Украину, вот к чему Путин готовился, на то, что ваши вот это, ну где-то вы как знаете, как на базаре что-то где-то слышал, сказали, может быть так Тухаев скажет, но это смешно немножко. Тухаев хороший человек, а Аблязов, который борется с ним, который терпит лишения, который это ну а что вы думаете нахождение нахождение за рубежом, он даже не может поехать мать свою похоронить, вы смеетесь, да, вы же тоже взрослый человек, вы когда ваши дочки касаются, вы все забываете, все бросаете, вам важно вот эти дочки в институте, да, человек не может даже выехать. Он всегда может ехать куда? Нет, его же мать за границей живет, почему он не может поехать по крайней мере. Ну вы все знаете, а вот эти детали не знаете, у него паспорта нет, он не может выехать из Франции, понимаете, да, вообще, его обложили со всех сторон, режим со всех сторон, ну вы это не видите, хорошо, это здесь не будем. Дальше, у меня определились, Жанна Бота хороший человек, несмотря на то, что Тухаева поддерживает, Тухаев тем более хороший человек. Я не оперирую словами хороший и плохой человек, я так не говорила. Я этими словами, категориями не пользуюсь. Ну вы так что, негативно высказываете Сааблязову, позитивно высказываете в отношении Жанны Боты, позитивные, комплементарные речи произносит Тухаев, языки знает, ну это смешно, президент знает 50 пустых языков. Тухаева и отрицательные вещи же сказала, что его никто не выбирал, то да сё, я же сказала. Выбирал, не выбирал, это вообще не имеет события, которые, это случились после его выборов, массовое убийство граждан страны, полностью диверсионная работа в интересах русского мира, экономика вся работает на русский мир, на Кремль, вы это ничего не видите, то, что он языки знает, шесть, это замечательно, на ваш взгляд. Я просто сейчас, Айгуль, мы здесь дискутируем культурно, я сказал же, мне вот важно знать, это БСНД, гражданские активисты, которые в этой среде ходили, боролись, вот уровень мышления, понимание, ситуации, вообще, кругозор, вот это всё важно, потому что я тоже, как в некотором роде исследователь здесь выступаю. Ваше отношение к Санжар-Бухаеву сейчас звезда подходит, и Думан Мухаммед-Карим, как считаете, кто они? Санжар-Бухаев это бывший глава отдела внутренней политики города Алматы. Он участвовал в преследовании редактора журнала «Амазадан». Это при нём его работники устроили шабаш в парке 28 гвардейцев-панфиловцев, когда люди в НКВД-шной форме с ружьями устроили прям большой митинг и прилюдно сожгли журнал. Там и афган, воины афганцы были, ватники разные. При нём Алматы стала очень ватным городом. Теперь, но я признаю, что он, мне кажется, что он по образованию, это, так сказать, политолог, он профессионал своего дела. Его назначили насчёт утилезбора работать. Он хорошо разрабатывает эту тему. Недавно я слышала, что ему сказали бросать эту работу. Он бросил. Завтра позовут на другую работу. Кто его назначил? Кто его назначил? Я считаю, что он патриотичный человек, работает на нашей власти только. на КМБ работает, в общем? Наверное. В общем, не знаю там, на нашей власти он работает. Думан Мухаммад Карим за один год, один месяц выше сидит в тюрьме. Вот недавно приговор, 7 лет осужден. Так? Ваш взгляд на его творчество? Думан Мухаммад, вы знаете, кого в нашей стране не хватает? в нашей стране не хватает казахоязычных спикеров, которые грамотно литературным казахским языком говорят на общественно-политическую повестку. Согласны, да? И вот появился один, его, конечно, надо было закрыть. Кроме него ещё сидит 5-6 женщин в связи с антарскими событиями. И опять же, я ещё раз хочу возвратиться к тому, что я до этого говорила. Наши власти знают очень многое, очень многое, но, к сожалению, не говорят нам всего. А надо бы быть, хотя бы мне могли бы рассказать, в чём причина, в чём, почему этих женщин задержали, почему Мухаммед Карима посадили, кто за ними стоял, чем они могли навредить. Можно же было это объяснить народу. А так вот плохо делают они. Ну, Дмой Мухаммед Карим до января 2002 года о нём вообще никто не знал, он как чертик из табакетки выскочил, я смотрела его эфиры, блин, как-то это всё подозрительно. А где он был раньше? Откуда он такой весь красивый вылез? Ну, мне его жалко, я его отношусь к нему уважением. Вот, хотелось бы узнать правду, почему его посадили? Почему? Ну, вот эти статьи, статьи уголовного кодекса, по которым его посадили. А дело в том, что они ни о чём не говорили, ни о чём. А я говорю, Кухаев же хороший человек, дипломат, культурный, а почему он не говорил? Я про него не говорила, что он хороший человек. Ну, он шесть языков знает, это... Ну, знает же, он намного образованнее Назарбаева, и на многом умнее. Это факт. А, вообще он хороший или плохой такой? Я опять вам говорю, я не оперирую понятиями хороший и плохой. Это было бы очень неразумно просто про целого человека, который состоит из разных грани, из разных качеств. Просто сказать, что это хороший, это плохой. Человек-то сможет. Смотрите, Айголь, по-другому я поставлю вопрос. Вы человек эмпатичный. Если вы будете идти по улице, увидите, что кто-то кошку пинает ногой или за хвост там машет, это вас возмутит, у вас всплеск эмоций, давление поднимется, вы кинетесь на него. Вы его посчитаете плохим человеком? Или как? Ну, если он за хвост кошку укрутит, я, наверное, пойду защищать эту кошку, а его постараюсь наказать. Может быть, ему, человеку лечиться надо. А вот Тухаев дает приказ стрелять на поражение всех, кто на площади, в результате его приказ идут, залетают площади, стреляют всех. Афициально 238 человек убили. Эти слова стрелять на поражение были вырваны из контекста. Дело в том, что в нашу страну действительно ожидалось наступление 20 тысяч террористов, и они действительно были на улице Алматы, все их видели. И он имел в виду их, а вообще не весь народ Казахстана. Его слова вырваны из контекста. А так никакой человек так вот просто заявить не смог бы. Замечательно. Это ваш взгляд, вы так воспринимаете мир. Это когда вот этого, как его Остапа Бендера с корабля выкидывали, он картину нарисовал, я так вижу мир, вы что, я художник, говорит. Ну, вы ошибаетесь, вы знаете, какой я человек. Недавно Жанну Ботту в комментариях спросили, ну, Жанна Ботта написала у себя в чате, вот, наконец-то первая моя подружка согласилась уехать за границу. И кто-то спросил, это Айгуя Утепова? А она такая возмутилась, нет, я с ней не общаюсь с тех пор, как война началась. она трусливая, и она никому не верит, и она параноидально не любит русских. Короче, я по себе скажу, я параноик, никому не верю. Вот я сейчас с вами разговариваю, я вам не верю. Все, что попадается мне на пути, я анализирую. Каждый день что-то анализирую. Замечательно. главный обладает аналитическим складом ума, а то, как вот этот, который Остап Бендер нацарапал, я так вижу мир, это картина, принимайте. Анализировать надо, конечно. Давайте пройдемся по вот этим фактам, которые сейчас увидите, да, или не надо поделиться с экраном. комитет проект журналистов вышел. Не видно, да? Сейчас я поделюсь тогда. Ну, что там написано просто? Сейчас, сейчас, секунду. У момента. Смотрите, пройдемся по вот этому эпизоду, когда вас сажали. У нас, к чему я клоню? У нас человек, если привлекали к уголовной ответственности, то все. Это значит очень хороший человек. Ему надо безусловно верить, он правильный человек. Да, вот мы здесь сейчас хотим выяснить, да. Вот смотрите, комитет по защите журналистов, который находится в Нью-Йорке. Нью-Йорке. Да? Так, давайте я сейчас... Сейчас, секундочку, извините, секундочку. Секундочку. Я прошу прощения, музыку напишу, поставила. И что мы хотели спросить про эту публикацию? Так, сейчас я опять выведу его. здесь, потому что... Я заголовок увидела. Ну вот, комитет по защите журналистов. Так, казахстанская журналистка Айгулли Тепова предстанет перед судом из-за освещения политических событий. Это было... Так, 31 марта 2021 года. Власти Казахстана должны немедленно освободить журналисту Айгулли Тепова из-под домашнего ареста, снять с нее все обвинения и позволить ей работать в условиях безопасности и свободы, заявил сегодня комитет по защите журналистов. 15 марта Саратовкинский район суд начал судебное разбирательство. Это было, значит, это август 31 марта 2021 года. Чем закончился этот суд? Этот суд? А. Значит, этот суд... Значит, меня арестовали 20 сентября 2020 года. А суд был, если мне не изменяет память, где-то вот то ли в марте, то ли в апреле 2020 года. 31 марта 2021 года. Да. Ага. Этот суд закончился приговором, меня осудили по статье Государственной часть 2, 504, что ли, я уже забыла, по которой всех осуждают. То есть участие в организации запрещенной судом. Ага. Ну, вот, ДВК типа, да? Да. Зам забыл. Смотрите, это же относительно недавно было. Вы помните, наверное, вам что светило? Вот, допустим, я вот материал ставил, этого Сергея Набиаша взяли, возбудили дело. Там статья была от 7 до 15. Потом его обрабатывают. Его обрабатывают, это, соответственно, КМВ, этот представитель Тухаева личный, Макс Ацкаков, это офицер комитета национальной безопасности, он его в суд везет, с ним разговаривают, ломают его, прямо в туалете они беседуют, вот эту Айман Умарову отшивают, она движет, выскакивает там в пресс-конференцию, но ее отстраняет от дела, и случайно, совершенно, там на улице стоит Кшимуат Байжанов наш, он заходит и процессуалка, и ему, значит, светило от 7 до 15 лет, но он выходит на 2 месяца ограничения свободы и чик-чирик в Америке, и там оппозиционер режет правду-матку. Я говорю, вот смотрите, классическая форма вербовки, тут даже доказывать не надо, Макс Ацкаков, он на горшке вместе с ним сидит в туалете и там его ломает. Его видео есть, он говорит, я чистый листок подписал, не знаю что, чистый листок никто не подписывает, тем более, дядьки уже полтенник, ну, народ у нас такой, что не скажешь, то поверит, вот как вы сами, только что Тухаев сказал, это не так, это как надо, так и воспримутся. Все у нас просто, мило. Смотрите, здесь вот 31 марта начался студ, потом завершился, сколько вам дали? Мне дали 1 год ограничения свободы, и, по-моему, 2 года на запрет общественно-политической Чтоб смолчали. Смотрите, а вам прокурор сколько запрашивал-то? А? Прокурор сколько запрашивал первое? Прокурор, ну, 2 года просил, потом суд год дал. Или прокурор, я не помню, я внимательно не слушаю. Это же формально. Смотрите, извините, конечно, это тут, это драматические события, когда человек говорит, его арестовали, он не помнит, что ему там светило, я отчетливаю, не поверю никому. когда вот это Айгерем Тлюжан, сейчас, секунду, секунду. Светит максимум 2 года. ну, вам статью, это, у вас не было, тогда хорошо, вам, когда вам статью не меняли, вас, когда, они же, зачем это все делали же? Вообще, зачем вот этих, сперва, прижимают, делали, облужают? Смотрите, мысли мои расскажу. вот когда вы в 12-м году в январе повесили плакат, ну, вы первые туда зашли, потом вы поняли, что не в ту дверь зашли, будем так выражаться, да, там очень опасно, вам давали понять, ну, потом вы ушли, хорошо, и со временем, все равно вас на заметку взяли, делили, но определенное время вас опять Жанна Бота там баламутит, давай, Айгулька, тут это, копейки есть, допустим, может быть, там можно поработать, но опять, и вас потом уже, раз ты такая дура, тогда иди сюда, и дело возбуждает, но здесь, они же зачем дела возбуждают, или сразу предложение делают, ну, давай, хотест, бастен на хатер, конечно, давай, разбежимся, будешь только как, вот эту ситуацию четко обрисовал Макс Бухаев, ему спасибо, Ульджан Ергалеев, он давал интервью, и прямо сказал, Макс Ацхак к нему заходил, сказал, давай, раскидаемся, подпишешь здесь, через три дня выскочишь, будешь работать, там, это, там, кукарекать, звать, но с куратором, но с куратором, у вас такое было или не было? Вам предложение делали? Нет, не делали. А? А сотрудничество не делали вам предложение? Не делали. Да, мне просто совпадает даты. В общем, когда я сидела три дня в ИВС, там, после ареста же три дня сидишь, на второй день ко мне пришел КНВшник. Он не представился, это было спортивного вида этих джинсов и черной футболки. Я поняла, что я КНВшник. И он спросил у меня, почему меня задержали, что было на самом деле. Ну, я рассказала ему легенду. Вы правду говорите? Конечно, я правду говорю. И он ушел. Потом я лежала одна, но меня на следующий день подсадили к двум уголовницам. И я с ними быстро общий язык нашла. И я там тоже рассказывала свою легенду. А как было на самом деле? Конечно, все было по-другому. Я это никому не расскажу, в том числе и вам. В общем, они, и когда они за этот покат меня преследовали, они представляли меня больше, чем я есть. А я была обочине жить. И здесь тоже. Они, наверное, решили, что я какую-то сеть активистов веду, какие-то чаты, что-то такое делаю. И, может быть, они думали, что какую-то жирную рыбу поймали. Но у них никаких доказательств не было вообще никаких. И поэтому они это в тихушку меня посадили. Я не знаю, что они мне там давали. После этого я очень сильно болею все эти годы. И там за мной следили. Каждый день психиатры наблюдали. Следствие поставило перед ними такой вопрос. Способны ли у Тепова ко лжи? И психиатры должны были выяснить вообще склонный я ко лжи человек или нет. Ну, потом мешалась эта организация международная и меня выпустили через 18 с ней оттуда. С таким диагнозом, что я абсолютно замолчил человек и все. Больше этот вопрос не поднимали. Это было в декабре 2020 года. Вы сколько месяцев выдерживали вас? А знаете, что я скажу? Я способна ко лжи. Я вам интересную вещь скажу. Вот на этой планете нет человека не способного ко лжи. Может, для вас это будет открытым? А знаете, конкретно, я еще ищу из Чемкенской области я очень филигранно умею лгать. Когда мне надо? А это... Я южанка живу. Ну, это не причина, что если южанка, то это... Любой человек может лгать. Вопрос это патологию, чтобы это не переходило. И это не качество человека было главное, что лживый человек. Допустим, Тухаева я определяю лицемера. Лжец. Лжец. Все, кто ему верит, это полные идиоты. Кто верит Путину, Тухаеву, Назарбаеву. Это полные идиоты. Полные идиоты. Это патологические лживцы, потому что коммунисты они иначе не могут. Идиоты все, кто кому-то верит. Я никому не верю. Смотрите, я вот это... в психушке сколько вас держали, говорите? Ну, 18 дней. 18 дней. Что они кололи, что давали? Ампулы раскрывали? Что там? Какие препараты? Нет, никаких лекарств мне не давали, но была проблема в том, чтобы... И я еще старалась не есть их еду. Мне из дома приносила моя дочка. Но проблема была в том, что я не могла проследить, что мне дают пить. Я же люблю чай и кофе, что я себе заваривала. Они выходили с моим стаканом и запирали это отделение, шли долго-долго по коридору и оттуда возвращались со стаканом. Я не могла проследить, что они наливают чистый кипяток, ничего туда не добавляют. До сих пор у меня сомнение. Вы считаете, что они какие-то препараты давали, которые действуют на ваше здоровье, психику, да, или как? Вы сейчас что-то... Ну, на психику не знаю, но на физическое здоровье, видимо, сильно повлиялись. Я очень сильно слабая стала и у меня деформировались за 18 дней у меня кости и ног деформировались. Я даже рентген сняла на Инстаграм поставила. Как это за 18 дней вот так вот ступни, там, какие шишки образовались, окривели. И с тех пор я очень физически слабая. Я едва поднимаюсь по ступеням, едва спускаюсь. Любое движение дается мне с трудом. Ну, вы для себя вывод сделали, что против власти если выступать, то это чревато. А? Вы для себя вывод сделали, что если против власти выступать, то это чревато последствиями негативными. Да, но эти выводы же я делала всегда, поэтому я очень осторожничаю, ни с кем не общаюсь, ни разу в жизни ни на одном митинге не принимала участие, не ходила никуда, никаких чаток не состою. Ну, видимо, в какой-то момент даже этого недостаточно. Понимаете? Мы немножко затронули тему казахстанской журналистики, то, что они получают деньги в бюджет, и вы считаете нормально. Тогда, как я считаю это ненормально, это вообще самая главная причина, что у нас журналистики нету. Всех поставили на подачку. На подачки поставили, зависит от этого, что финансирование только через государство, и, соответственно, полностью зависимые. И тем более, кроме этого, практика выдавать квартиры, в прошлом году 63, по-моему, в этом году то ли 64, то ли 67 квартир дали, да, это просто как они ручные псы стали. Журналисты это псы независимости, они, а вот здесь ручные все, как в зоопарке, это говорит, что казахстанской журналистике не приходится. В связи с этой журналистикой у меня вопрос следующий. 18 июня Тухаев, знающий много языков, культурный, дипломат, отправляет двух сотрудников комитета казахстанских спецслужб убить Айдоса Садыкова, журналиста, бассейн. 2 июля он в результате умирает. Ваш взгляд на эти события интересует меня. Смотрите, во-первых, почему вы решили, что Тухаев подослал Килиров? Мы как-то в личном разговоре договорились, что когда-то что-то происходит, первое при анализе надо выяснить, кому это могло быть выгодно. Смотрите, Айдос Садыков, у них есть YouTube-канал, но работает над YouTube-каналом исключительно его жена профессиональная журналистка. Я сомневаюсь, что он этим может заниматься. Организации у них не было, то есть они просто им присылают видео из Мангостала, они его публикуют или еще где-то в сети находят публикуют с заголовками. Это вся их работа-то они политикой не занимались. У них не было своего сообщества. Более того, они очень были скрытными, обидчивыми, а такие люди большое сообщество вокруг себя держать не могут, так что они никакой опасности для Казахстана не представляли. Поэтому смотрите, я сомневаюсь, что нашим властям Айдус Садыков зачем-то сдался. Они разве не понимали, если его уничтожат, будет минус для Казахстана. Я думаю, что его могли убить другие люди, скорее всего, другие силы, потому что его убийство навредило имиджу именно нашего Казахстана и ничего не понесло. Это можно было заранее знать. И потом смотрите, меня что смущает, когда они приехали в Украину, им сразу дали статус беженства. Сразу. Это во-первых. Во-вторых, они купили особняк. Живут там, не бедствуют, детей рожают, растят. Спрашиваются, на какие шиши они заявляют, что за счёт своего YouTube-канала. Ну вот смотрите, вы же тоже YouTube-канал ведёте, если он у вас монетизированный. Вы знаете, что YouTube платит за просмотры из расчёта 1 доллар за тысячу просмотров. Да и то, если эти просмотры были в европейских странах, допустим. То есть из Казахстана там могут 10 центов за тысячу платить. Если посчитать на количество просмотров и видео и умножить, сколько бы они могли получать деньги. Это не такие деньги, на которые можно было бы прекрасно жить в Киеве. Потом ещё что смущает? Их отношения соблязывали. С самого начала видно, что они раньше работали на него, по крайней мере, его жена. но когда они переехали жить в Киев из Казахстана, они всячески отстранились от Облязова, как будто он отдельно, а не отдельно. Так и есть, наверное. Но с другой стороны, когда Жанна Бота пыталась им общий язык найти, они от неё отстранялись очень. Особенно, когда она начала его критиковать. Вот это очень-очень странно. Я думаю, что очень странная ситуация. Что касается этого, тем более канал губа русскоязычный. А у нас протестный электорат только казахоязычный. Вы знаете, да, это? Ну, жена не владеет казахским языком. Сам Айдос Садыков тоже не владеет казахским языком. Ну, такой, еле-еле говорит. Вот всё такое. Это очень странная история. Смотрите, в связи с этими событиями, да, вопиющими... А, вы знаете, извините, я прерву, но во всей этой версии меня одна вещь смущает. Перед этим убийством была уволена, арестована верхушка силовых структур Мангастау. почему это меня смущает? То, что их такие видео были в основном из Западного Казахстана, а кто им их мог посылать? Только сами полицейские могли посылать. Вы вот смотрите, ваша заточенность на негативное освещение вот этих оппозиционных структур сил. Облязывая вы заточены негативно освещать, а идут Садыкова приписывать какой-то коттедж, тогда как, мы же видели там видео, они живут на съемной квартире, там никаких ресурсов он не обладал, может быть, ему бы помогали деньгами, да, но ваша заточенность она прослеживается. Ну, смотрите, даже если выгораживаете положительно мы еще подэтаживаем, вы вот в результате разговора, вот я сказал, что мне важно выяснить вот это, ну, трансформация сознания вот людей, которые заходили в вот эту среду, гражданскую среду, гражданской общественности, да, политическое поле, 2012 год, январь, месяц, когда вы увидели, что Жанна Узея не убивает, вы возмутились, хорошо, правильно, естественная реакция. И здесь вы правильно сказали, когда вы в ту дверь зашли, поняли, вот там что-то ужасно, эта машина, да, потом у вас как-то вы затерялись, уже острые моменты не освещали, там, желтые прессы, деньги зарабатывали, рекламировали, New Times, и т.д. Ну, опять же, Жанна Ботта, ваша подружка, вы, допустим, кого-то там негативно говорите, но в то же время, когда Жанна Ботта туда уехала, она имела тоже свое портполье, а портполье тоже, я вам скажу, не очень-то такое пожестивное, как мошенница привлекалась к уголовной ответственности до того, как заходить в эту среду, да, вы это не знаете, но глаза закрываете, потому что она, то, что она... пока ее делала, знаю все, 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 все. Но вы это здесь не акцентируете? Это мое дело. Она... Вы много знаете, я правильно говорю. Да, я хочу понять. Вы же это обходите, вы на это не акцентируете внимание вообще на феструске. Нет, я скажу, я же говорю, я знаю... А в то же время, вот человека Айдоса Садыкова убили, дети остались с сиротами, вы все равно негатив на него, он такой нехороший, коттеджи жил, ну, вот это... Я просто так и про него говорю. Ну, да, я понимаю, когда... Деньги, все у вас жили столько лет в этом филе. Мне у вас нравится... Почему они обманывают людей? Кто обманывает? Мне неприятно, когда меня обманывают. Вот так еще надо. То, что Тухаев обманывает народ 20 миллионов Казахстана, это нормально? А вот когда... Вообще, когда люди обманывают, это ненормально. Я и говорю, вы... именно представители оппозиции, вот вы начинаете искать грязь под ногтями, говорить того, чего нет. Вот коттедж, откуда у вас взялся информация? Смотрите, что я сказала, чего нету? Вы говорите, что они живут в коттедже, богатые и т.д. и т.п. Ну, хорошо, может я ошиблась, не в коттедже, а в съемной квартире, там жить еще дороже. На что они жили? Это целая араба. Почему они врут, что жили за счет... Вы, смотрите... Я же знаю, это неправильно. Альбуль, смотрите, вот, вы меня, впервые, что перебили, я вот эту тему уже первую поднял, вас поддержали вот эти американский комитет по защите журналистов, Нью-Йорк сидит, организация. Да, а Гассейн не поддержала меня. Смотрите, вас здесь вот, в Казахстане, вот убили Айдоса Садыкова, я делал обращение гражданскому сообществу, к вам в том числе, нам, гражданам Казахстана, нужно создать международный комитет по защите свободы слова журналистов в Казахстане. Вот на примере, смотрите, Айдоса Садыкова убили, вы там говорите, непонятно кто. Все понятно. Жахамбаев, это Харатаев, действующие кадровые сотрудники спецслужб, КМБ. Вот, они пошли, исполнили заказ. Так же, как Красиков, недавно Путин встречал своего любимого киллера, уроженца Чемкента, Красиков, Вадим, это самый любимый киллер, он в аэропорту дорожку выстелил, встретил его. Вот этот Красиков исполнял заказы, ездил в 19-м году в Берлине, в парке, застрелил, на велосипеде подъехал в Хангашвилине, этот чеченский полевой командир, Путин ему мстил. Смотрите, здесь так же, когда вы говорите, что, почему Тухаеву говоришь, руками Тухаева. Я этого оценку давал, здесь, сейчас секунду, мы сейчас объемим. Почему я думаю, что это попытка подставить Казахстан? Дело в том, что за казахстанцами в Киеве все время следят казахские спецслужбы. Они снимают квартиры неподалеку. И для них туда поехать, как на курорт, потому что делать особо ничего не надо. И вы думаете, что украинцы спецслужбы не знают, кто к ним приезжает, кто за кем следит. Отлично знают. Они этих двоих отлично знали. Когда они приезжают, когда уезжают, когда приехали, когда уедут. и это все можно было легко подстроить. Понимаете, что? Вы Тухаеву письмо напишите. Допустим, они, если эти двои не убили Садыкова, что должны наши делать с властей? Тогда доказывать, что вот они просто поехали за ними следить. Они не убивали, вот доказательства люди, они его не убивали. Но тогда нашим властям придется признать, что у нас есть шпионы в Украине. На это они пойти не могут. Замечательно. Смотрите, вы отвлекаетесь прямо как адвокат Харатаева, Шакамбаева, Тухаева. Смотрите, по этой теме я сказал, здесь бенефициар главный Кремль. То, чтобы канал Басе замолчал, Кремль, потому что Тухаев, он свою политику не выстраивает. Допустим, Назарбаев был, он выстраивал свою политику, кадры ставил свои везде, назначал, выстраивал долгосрочную какую-то политику. Тухаев абсолютно. Он чистейший Бабрах-Кармаль. Я посадили, его руками вводят перо вот эти Красиковые другие сотрудники ФСБ. Ему текст пишет, он читает, это зумбий. Но это не, не это. Смотрите, я же вам говорю, я вот обращение сделал, создать комитет международный по защите свободы слова в Казахстане. Ваш взгляд? И потом оценку тоже вот вы оценку давали тому, тому, мне без разницы как вы дадите. Вот мы разговаривали, вы не смотрели, говорите, канал. Вы что смотрите, допустим, мой канал, на двух языках вещает, если вы там кому-то бубльок ставите. Оценку моей, значит, работе, как вы видите, вот, вы же 2012 года в гражданской активной среде, вы страдалец, да, вот, у нас в Казахстане люди, если кого-то посадили, априори, все, это человек правый, он всегда будет правый, а здесь я вот, вы слышали нотки мои, выезжая же вам прямо сказался, да, вы затопаевец, вы Жанну Буту, я вам даю негативную оценку здесь, исходя, мы первый раз с вами общаемся, да, в процессе, выскажете свое мнение, оно могло меняться в процессе, вы тогда в 12-м году такая, в 13-м всякая, потом другая, а потом я говорю ключевой момент, когда в суд, я так полагаю, вас переформатировали, как Сергея Жан-Бяша, скорее всего, завербовали, условно, да, и вы уже другая, вы правильная, вы будете правильно видеть позитивные ноты в речах этого Тухаева, что он, оказывается, много языков знает, вот первый вопрос насчет ваш взгляд, нужно Казахстану комитет по защите свободы слова, или все прекрасно, не нужно? Смотрите, у нас есть не один, а несколько НПО по защите прав журналистов, они уже существуют, еще один комитет тоже не помешает, кто собирается финансировать, есть такие люди? Народ должен финансировать, народ должен поддержать Народ? Какой народ? Нету людей, мы деньги не помешали, вы смеетесь, это должен кто-то финансировать, вот у нас ведет страны сейчас 46 миллиардов долларов, для вас это смешно, но это все финансирует народ, понимаете? Народ финансирует, налоги, зарплаты, предприятия, все финансирует народ, и все проекты, которые в Казахстане есть тем или иным способом, если они не пришли вот как вот эти СОРОС, международные проекты, которые в Казахстане в те проекты финансируются народом, если не прямо из кармана, то налог заплатил, а потом уже Тухаев там раздает 67 квартир, Тухаев же не своего кармана квартир раздает, кармана граждан, просто люди не понимают, взаимосвязь не могут установить. Можно я скажу про госзаказ, вы это сказали, как вы относитесь к госзаказу. Конечно, я отношусь отрицательно, но для того, чтобы редакции не работали на госзаказе, госзаказа не должно быть. То есть сначала систему вот эту надо удалить, тем более в развитых странах, вы же знаете, нет госзаказа на информационные услуги, да, СМИ, крупные партии не могут иметь собственные СМИ, СМИ отделены от государства и являются просто бизнесом. Это все знаете. Надо это так сделать, но мы имеем то, что имеем. У нас есть государственное финансирование СМИ. И из двух зол лучше выбрать меньшее. Смотрите, пусть лучше государство финансирует наши СМИ, чем российские олигархи или какие-то тайные структуры заграничные. Как вы думаете, если государство будет финансировать, по крайней мере, наша безопасность будет соблюдена. Я свой позитив сказал, этим государством управляют русские. Вот то, что кто хает, это марионетка. Вы понимаете мою мысль? То, что вам кажется, управляет государство, я вам довожу, что это управляет Кремль, если вы не понимаете, прямым словом способом я ему говорю. Казахстан не управляет вот эти депутаты, они не депутаты, это клоуны, это марионетки. То хает не президент, это марионетка, бобрак-кармаль. Вот в чем мысль, которую я хочу донести. Да, да. Ну давайте тему смотрите, вы политиками кого считаете вообще Казахстане? Вот вы допустим 20 миллионов человек, которые вы хотя бы сейчас говорите, я не активистка, но вы есть плакат выставляли в инстаграме, в фейсбуке писали, это и есть называется активистка. Вы можете что угодно называться, но по факту это и называется гроза проявления гражданской активности. А на ваш взгляд вообще разницу вы можете определить между политиком и активистом вообще? Гражданским активистом? А, между гражданским активистом? Ну политик это человек, который стремится к власти. Если человек не стремится к власти, то нет политик. Ну вот это, так как у нас авторитарное государство, которое притворяется демократически, но оно авторитарное, у нас политики как таковой нету, есть только единственный политик это президент. Больше политиков нет у нас в Казахстане. Ну гражданские активисты есть, они, гражданские активисты действуют в разных сферах, в сфере медицины, экологии, культуры, защита окружающей среды. Гражданский активизм это прекрасно, я считаю. Вообще разница между политиками и активистом в чем? разница между политиками и активистом? я же сказала, политик это человек, который хочет быть во власти, например, выбраться депутатом или выбраться президентом или хочет, чтобы его партия пришла к власти. Это политик. Если он этого не хочет, тогда это не политик. Ну здесь я не согласен. Смотрите, политик это, ну политик это, который занимается политикой, управлением обществом на разных этих этажах, это допустим чиновники, депутаты, масляхаты это политики, областного масляхата Акимы это политики, министры это политики, депутаты это политики, это во всем мире принято. А то, что вы немножко утрируете, то, что кто-то хочет попасть во власть, вы говорите о оппозиционных политиках. оппозиционные политики, они отвлечены от власти. Здесь я с вами согласен, когда вы говорите Казахстане один политик, Тухаев. Здесь я правильно, я эту тему развивал, это то, что вы называете политиками, это все артисты. Политик один, Тухаев условно, остальные это бюрократы, он их переформатирует как хочет. Кого-то возьмет в парламент засунет, кого-то в этот, это тот же чиновничий аппарат, советский, ничего не менялось. Вот в чем. Вы мою главную суть не поняли, я выказываю постоянно претензию этим БСНД, людям говорю, БСНД, гражданские активисты должны расти, заходить в политику. Люди должны понимать разницу. Политик это человек, который стремится к власти. Здесь вот важно, не то, что вот какой-то это Туха, личность, важно роль партии. Вот почему я вот выдвигаю идеи 18-го года, мы народ Казахстана наконец должны повзрослеть, вырасти из этих штанишек там БСНД, порвем, вау, мы такие креативные, эти игры КВН, это все ерунда. Нужна структура, нужна партия. Партия это что? Это единомышленники собираются, их собирает идея какая-то, концепция какая-то, да, вот они стремятся к власти, вот мы говорим партия халтандовая, мы хотим попасть, собрать сторонников 50 тысяч человек, взять власть в стране, президентскую администрацию, кабинет министров, парламент сформировать, маслихаты областные, городские, чиновники, мы будем своих людей ставить, у нас есть программа по развитию нашей страны, проведение внешней политики, внутренней политики, у нас есть цели, а то, что Тукаев 4 кабмина поменял, никаких целей нету, ни у Тукаева, он, никто не знает, что он хочет, а он сам не знает, потому что указания с Москвой поступить могут через 5 минут, и он будет просто их выполнять распоряжение, и этот премьер-министр говорит, мы выполним ваше распоряжение, вот вертикаль власти, который Назарбаев говорил, пресловутая, просто Назарбаев не указал, что над ним есть, над ним есть структура, вот когда вы сказали, я зашла туда, я ужаснулась, что-то есть оказывается, вы просто краем глаза увидели, вы поняли, вы не будете лишне болтать, когда вот эта ботовозь ИСА тоже куда-то зашла, ее в КМБ кабинет вызвали, в Алматы, там казахский КМБ вызвал, а рядом сидел представитель ФСБ, он просто встал со стола со всем маху, вмазал ей в челюсть, зубы выбил, и он популярный ей объяснил, куда нельзя лезть, ну, как вы сказали, я понял, что туда, туда зашла, там опасность, после этого ботовозь ИСА уехала за границу, но она от кого убегала, к тому же Сеть и попала, Хашгедину зашла, Хашгедину в Сеть, а это сотрудник КМБ, он ее там подержал, помариновал, опять Казахстан сейчас сидит, она тишину поймала, ну ладно, Аман Болсон, вот в чем проблема, Бельсинт Лед, вот люди надеются, вот сейчас я вижу, там гражданские активисты, не угомонятся, они не поймут, или вы вырастаете из этих штанишек, сами становитесь политиками, или становитесь командой политиков, командой политиков, реально, заходите в партию Халкстандова, заходите вот этого, облязово, организацию, это в любом случае, структурированной организации, мы имеем цели, вот Абляза говорит, я хочу взять власть, я говорю, нет, партия Халкстанду должна взять власть, мы над этим работаем, а то, что вот Бельсинды, ну, мы видим, вот, Альгуль, я с вами разговариваю, я хочу вам выразить благодарность, потому что, немногие люди решаются так выйти, говорить, потому что, ну, можешь какие-то очки потерять, кто-то может заработать, но не факт, что заработаешь, можешь, это, вы же знаете, нас люди не жалеют, и меня не будут жалеть, и вас не будут жалеть, по вас я сказал, скорее всего, вас завербовали, тут ничего страшного нет, потому что, ты живешь в террористическом государстве, вот недавно, в России скандал, вот эти три беглеца, не беглеца, это Андрей Пивоваров, Владимир Карамуза, Илья Яшин, их обменяли на Красикова, и они там начали чирикать, и уже они чирикают, в интересах Кремля, и там в шоке, украинцы все на них съелись, потом выступил тоже, как его, Каспаров тоже грамотную аналитику дал, когда вы меня клеймили, а он с 13-го года за границей, и когда я сказал, что находясь в России, нельзя бороться, нужно полностью свергать этот режим, вы говорили, ты убежал, ты молчи, ты не имеешь морального права, что ты говори, вот мы здесь, ну и где вы, вот ты, Илья Яшин, ты же здесь уже, тебе дали же понять, видишь, я-то оказался прав, но я вижу больше, в отличие от Каспарова и Ходорковского, я на канале Ходорковского, выставляю, под видео, которые выставил Ходорковский, на своем канале Яшина Болтовнева, я говорю, Михаил, вы опытный вроде парень, 10 лет отпахали в зоне, вы неужто не видите, что этот стукачок завербованный, когда Яшин говорит, я находился в тюрьме в России, агитировал против войны, так как он через 5 секунд петушатникой оказался бы, скорее всего, он петушатникой оказался бы, давно его завербовали, и там невозможно находиться в России, быть оппозиционером, это как это так, Владимир Осечкин, руководитель проекта «ГУЛАГу.нет», в 2014 году, или 2014, он в Думе, комитете по защите, правозащитной организации, по защите осужденных, они заслушивали Саратовской области, Саратовской ОТБ, люди приходили, они говорили, имеются факты стектуального насилия в зоне, и вот от 2014 года, вот эта тема, сколько, 10 лет, да, и эта машина работает, Владимир Осечкин ее осветил, в 2021 году перебежал Сергей Савельев, он сидел в Саратовской тюрьме, 5 или 7 лет, и его функцией было он компьютершик, он выдавал жетоны, которые в виде снимает, этим сотрудникам ФСИИ, а те, что делали? Со всей Саратской области, всех, кого надо было, следователи направляли в Саратскую туберкурузную больницу, ты, кажется, болеешь, ну, как у вас, психушку, надо проверить, здорово ли ты, и они отправляют туда, там их заводят комнату, 6-7 амбалов, они сами опущенные, эти амбалы, они его сворачивают, проводят... Я вообще не верю этого Осечкина, это фрисмическое... Ну, вы можете верить, не верить... Сейчас, секунду, сейчас, секунду, вы можете... Я знаю эту историю. Сейчас, секунду, вы можете верить, не верить, но 2 терабайта видео стоит, никто не верил, и когда Савельев сказал, раньше, да, мы предполагали, но после того, как видео есть, все японские, канадские, все мировые сны вот эту тему освещали. Вы можете, конечно, не верить, ни троимирно, я знаю эту историю. Я вот, чего хочу спросить, вербуют же не просто так, а для чего-то, вот меня для чего завербовали, как вы думаете? Завербовали для чего? Ну, чтобы не лезли туда, не лезли туда. Во-первых, во-вторых, положительном формате освещали деятельность Тухаева, что мы и наблюдаем. Вот мы же наблюдаем, вы положительно его освещаете. Вы же потом видео посмотрите, сами вот это видео, не спеша посмотрите, вы поймете, что вы работаете в правильном формате для власти. Понимаете? Вы вот эту Жанну Ботову не критикуете, что она Тухаева поддерживает, а вы вот человек, Адил Садыков, его убили, вот жена от трагедии не оправилась, вроде женщина, просто женскую солидарность проявить, трое детей, а вы все равно негативно освещаете. Ну, вы знаете, вот эта чита вот этого Садыкова, она в Фейсбуке меня заблокировала в 2013 году. Айголь, Аня Лайн, смотрите, в 2019 году никто иной, как Айдос Садыков, вот этот Фейнбуке пост пишет. Это Тургумбай, там КМБшник, мы ему то-сё покажем. Ну, вы же не маленький ребенок же, ну, какое-то благородство должно быть. Я же по этому поводу ничего не сказал, никакие обиды не... Мы должны, мы должны быть объективны, мы должны быть объективны, вы смотрите. Ну, это просто мое мнение, что вот так возможно, так и случилось. Ну, она коррелирует, видите, с теми ожиданиями, которые власти на вас возложили, когда вы разошлись после этого дела. Понимаете, вот в чем фокус-то. И вас вот этот Международный комитет, он защитил, когда я вам говорю, давайте здесь Казахстан не организуем, вы опять в шутку превращаете, да, есть, да, зачем другие, ну, несерьезно немножко. Вот этим активистам, я же сейчас разговариваю вот о гражданской активистам, народ должен понять, проведение политических реформ в нашей стране, это не работа гражданских активистов, это работа политиков. Это работа политиков, которые в этой теме хорошо разбираются, профессиональных людей. Вот что я хочу донести этой мысли. Гражданские активисты, вот я видишь, я поставлю небольшое, да, здесь Айдос Сарым в свое время правильно говорит, этот подонок, он тоже работал среди оппозиции, завербовали, и вот он сейчас как политтехнолог уже выступает в этих... ой, кто это? Вот киды Абрянск-канчай, ли как-то сарнады, Казахстан бойнички, 20 адам шекты, ааа, миллионда вошатарат вакту, 25 миллион донарды, деньги веры, миллион... Это, вот этот вот политолог? Да, политолог. Ютуб-та, фейсбук-та, адам... Это его, как-то навеяк делал. Айдос Сарл? Да, он знает больше, чем говорят, больше, чем нам везде. Поэтому иногда то, что он говорит, воспринимается многими штыки, потому что они с контекстом не ознакомились. Я уже несколько раз убедилась. Мы так договорим, этот подонок, этот предатель. Вот как Илю Яшина вы перебили, Илю Яшина завербовали, я Ходорков ему пишу. Вы что, не видите, что ли, этот Яшин завербованный? Вот он там говорит, войну надо срочно остановить, это Путину нужно. Там другие вот эти все тезисы, это нужно Путину распространять. Я к чему? Если ты находишься в террористическом государстве, никто не должен ожидать, что человек сохранится, потому что арсенал оружия, которым располагает Кремль, Ахурда, он очень страшный, обширный. Когда люди говорят, вот сейчас там сидят кто-то... Я вот хотела спросить, как у вас хватает терпения смотреть и слушать русских спикеров? Вообще, как у вас... Вам не противно, да? Я вообще ни одному русскому не верю, ни одному. Я никогда не слушаю. Они где имперцы? Яшин имперец, Кана Мурзай имперец, они все хотят, чтобы Россия сохранилась. Зачем? Как у вас хватает терпения? Не верю ли вы их уважаете? Хорошо, я отвечу. Развиты люди. Не надо вообще смотреть. Я отвечу. Вот 95% того, что вы говорите, излагаете, чего вы продерживаетесь, я категорично против. Но тем не менее, вы же даже не видите, что я какую-то гримасу состроил, я с вами разговариваю. Я разговариваю просто как ученый, мне как препарирование, что представляет из себя казахстанский гражданский активист. Я сейчас выводу, прихожу однозначно, это работа, борьба с преступниками во власти, это в первую очередь работа политиков, грамотных политиков. А вот то, что мы видим сейчас, это гражданская активность, проявляет люди, потом куда-то уходят, это одессорам правильно говорят, и имена забываешь, что они выходят по какой-то повесткой. Поэтому мы должны понимать, эта работа очень серьезная, важная, ответственная, и другая должна быть, в другой форме. Мы казахский велосипед изобретаем, нет нигде такого понятия, как наблюдатели, тогда как у нас их регистрируют, берут на вооружение, гражданские активисты, якобы там свернут революцию, делают это. Нигде в мире этого нет, только политики. Поэтому вы должны понимать. Вот следующий видео, политик, клоунады. Сейчас я вам поделюсь. Все бутафория, то, что там в Казахстане происходит, якобы там политики есть, партии есть. Вот типа деятель партии, там Ельминжер или там, хрен поймешь чего. Вот смотрите, мы когда спрашивали, говорили, что вернует человек для каких-то действий. А я все время лежу на диване, на диване, на диване, на диване. Понимаете, вы знаете, для чего вернует человека? Для того, чтобы он совершал какие-то действия. А я ровным счетом ничего не делаю. Обычно вот так делают. Вербуют человека, ну типа как политически образованного, как Жамбулат Мамай, допустим. Но я не его имею в виду. Я вот типа такого молодого человека, чтобы он организовал какое-то движение, аккумулировал активистов, что-то организовывал, уводил в протест в сторону, потом сливал, сдавал. Агент развергует для действий. А я никаких действий не совершаю. Единственное, если когда меня кто-то спрашивает мое мнение, я свое мнение высказываю. Айгуль, смотрите, вы просто не в теме. Есть такое понятие, спящий агент. Пять лет может тишину поймать, хорошие слова говорить. Нужный момент, когда ему звонит, приглашает. Пора. Тут это разное. Я вам никакие претензии не предъявляю. Если бы я была подвергольным агентом, я поговорила популярные вещи, которые вам понравятся, которые всем. А я говорю вещи, и вы со мной не соглашаетесь, вы мне не доверяете. Я что, глупая, что ли? Я бы этого не говорила, если бы была завернованная. Просто мне все равно, что уголовно будет. Это просто мое мнение. Человек не может определить сам. Вот я не могу себя определить, мне кажется, что я умный. Человек так устроен. Это люди со стороны могут определить, я умный или не умный. Вот мы так устроены. Мы всегда кажем, что сознание человека устроено, что сам умный. Ты гений. Просто они не понимают. Поэтому, когда вы говорите, что я не дурак, не дура, я умная, ну, это немножко смешно. Ну, у меня 54 года, у меня два высших образования. А у Тухаева больше он читал этого. Конечно, я умный. Умный это понятие такое тоже растяжимое. Это понимаете, по-разному можно понимать. Вы, Бельсинды, я сказал, вот я до этого спрашивал у вас, вы негативно высказались про моей работе. Я говорю, вы мой канал смотрели, мои работы знакомы. Дайте оценку, на ваш взгляд, опять же, как это смотрится. Вот знаете, я в последнее время не наблюдаю за вами, но когда вы только переехали жить в Италии, и вдруг возникли как будто неоткуда, я собирала про вас сведения, которые смогла найти в интернете, и они были такие интересные, будто бы, я уже не помню подробностей, что-то произошло с вами нехорошее в Казахстане, из-за чего вам пришлось сбежать. Но меня всё время беспокоила мысль. Ну, допустим, человек сбежал в Италии, в прекрасную страну. Ну, зачем взрослому дятике, мужчине этот YouTube-канал говорит там о политике? Какой в этом толк? И этот вопрос, я для себя это не выяснила. Я думаю, может, человеку скучно. Такое тоже может быть. Тоска по родине. Вот когда ведёшь YouTube-канал, ты поневоле общаешься с земляками. Правильно? Тебя слушают твои земляки. Ты что-то говоришь в экране, и когда твоё видео слушают, ну, там, 10 тысяч казахстанцев, тепло становится на душе. Сейчас, я думаю, вам просто, наверное, было скучно. Вначале я смотрела ваши видео. Ну, в последнее время мне просто некогда. Я столько видео смотрю из YouTube, я столько статей, материалов, книг читаю. Мне просто не хватает времени, к сожалению. Но я вас очень уважаю, уважаю за вашу деятельность. Это вот, вы очень культурный человек, потому что вы пытаетесь думать, размышлять. И это очень хорошее хобби, увлечение, я бы сказала, дело, ваш YouTube-канал. Желаю вам успехов всего наилучшего. Вот это я хотела сказать. Ну, хорошо. 1 час 37 минут мы разговаривали, здесь беседа была. Ещё раз мой интерес был обусловлен чем? Гражданские активные люди, трансформация сознания. Имеют ли вот это члены гражданского общества предпосылки к росту? Пока мы не станем политически грамотными, пока мы не научимся разбираться в этих перепитиях казахстанской политики, определять, кто есть кто, что вот этот Иркан Ракошев, вы только что немножко там перебили, он выступал, мы там это, сейчас, сейчас, секунду. Вот этот мошенник, вот, Иркан Ракошев, он сейчас, это, в Астрахате Алматы, с Вернатым Заидовым, они дурачили. И вы всегда будете вестись на таких плонов, да, и вам будут новых, и там Асхат Ниязовых, Думан Мохаммед Карым, который якобы черпит лишения. Это вот аналоги один в один с Ильей Яшиным. Илью Яшина в июле 2022 года сажают в черму, и я потом смотрю, с чермы, раз, он вышел там пост такой пламенный. Через неделю опять. Через две недели, я удивляюсь, я в 2015 году... Вы видели к присуху, да, какие они упитанные? Да, упитанные. Кроме карамуты, я что, вообще вот так еще... Да, да, я помню, в 2015 году, там у меня конфликт со спортсменами возник, меня в результате СИЗО закрыли. Пять с половиной месяцев сидел. Ручку, бумагу, вот просто жене письмо написать, это проблематично. А они там, типа оппозиционеры, посты выходят. Я про себя удивлялся, ну что себе, молодец какой, детский, да. Кстати, а вы помните меню в тюрьме? Кого? Как кормили в тюрьме, вы же помните? Вот я помню, как меня в тюрьме кормили. Вы помните, да? Ну да, да, помню. Как можно в России столько месяцев... Я вам скажу, не то что это... Рядом со мной сидел вот этот Мурат Умаров, заместитель этого Емегияева, по Экспо заместитель Емегияева, когда он был министром спорта. Ну он похудевший. Хотя коза, карта, икра, всё было каждый день перед ним. Человек там не поправится, он худеет не за того, что кушать нечего. Переживание это. Когда вот это я вижу, вот этого Думана там, он там сидит, я вам покажу наручники, вот эти я как орёл порву, или там, а Юрий Миклюжан, сажайте меня насколько хотите. Я вижу наигранность, потому что со мной в камере рядом сидит человек-убийца, разбойник. Разбойник это дерзкие там, там самые дерзкие они, даже они хуже, чем эти убийцы, потому что убийца человек там, больше половины там, в результате внезапно стукнувшего там, душевного волнения. Кто-то подрались, выпил. А разбойники, это вообще другая категория, они такие особо дерзкие, да. И я вижу, когда они сидят, следствие там, идут в угол, слезу вытирают. Потому что драма происходит. Потому что человек понимает, сейчас через какой-то месяц-другой, его закатают на 9 лет, и он переживает. Это мужчины, это криминал, профессиональные там, мошенник там сидит, тоже в уголку пойдет, слезу вытрет. И я вижу вот этих журналистов, я знаю, кто они по характеру, я технологию хоть не изучал, но хорошо разбираюсь, люди. Наиграно там на камеру. И здесь Яшин. Я понимаю, этого Яшина давно завербовали, так же, как Айдос Сарым, он у Немцова помощником был, к Немцову подослали уже завербованного Яшина, чтобы он там, типа, помогал, слушал, доносил. Так же я Айдос Сарым бегал у Алтенбеков-Сарсимбаева, завербованный, и все докладывал. Потому что Немцов политик, Алтенбек политик. А эти Айдос Сарымы, Яшины, это торпеды, и они потом работают. И я мне, я пишу Ходорковскому, слушайте, вы 10 лет отсидели, чтобы потом здесь рекламировать этого завербованного этого агента, что ли. Нужно, должно быть человек, критическое мышление же. Ты там, как он может проводить агитацию против этой войны, чтобы люди забирали. Тогда, когда, как Путин заводит Пригожина в тюрьмах, всех там вербуют, так его тоже через 5 секунд петушатник загонят, опустят на камеру, но ему дозволят. Почему? Чтобы выявлять людей, которые потенциально поддерживают инакомышление. Вот почему. Поэтому, политическая работа, в первую очередь, аналитическая работа. Друзья, вы это поймите. Вот у Айгуль никаких претензий нет, мне к ней больших претензий нет. Просто вот, есть какие-то акценты, я расставил ей, сказал, допустим, облязывая, зря критикуешь, что Бухаев нехороший. Но она не ходит сейчас, как Санжар Бухаев, как проект, не осуществляет работу. Во-первых. Во-вторых, специфика вербовки женщин, мужчин совсем разная. Мужика могут так завербовать, потом за 5000 километров отправить, и он будет делать то, что надо. Потому что самая страшная вербовка, как сказал Сергей Савельев, это сексуальное насилие, снятое на камеру. Всё. Ты его можешь куда угодно запустить, он твой. Вот в чём проблема. Я зачем вот эти дерьмо, вот это вы говорите, я захожу, там, роюсь, что там, в их архивах, и т.д. Это работа. В первую очередь, аналитическая работа. Если ты в политике, ты работаешь, должен разбираться во всём. Ты 360 градусов должен обозрение иметь, понимание всего этого. Вот. Поэтому, люди, не ведите, если вам кто-то сейчас думан выйдет, даже если выйдет, что он сделает, у него никаких целей нет, собрать армию с неверным преступным режимом. Балтология. Просто балтология пропагандистская идет по повеске. Также Яшин вышел, его кукарек они, не призывают, он прямо говорит, мы не будем, говорит, против Путина выступать. Мы боремся, говорит, за души. Нам не нужны, говорит, парламент. Нам не нужна, ты есть и политика, ты любой политик, это ему нужен парламент. Не за тем, что он протирает. Какие ты цели имеешь, задачи? У нас они чётко обозначены. 18-й год, всё есть. Программа, сельское хозяйство, банковская сфера, предпринимательство, антимонопольное, язык, культура, на все вопросы. Более того, религия. Мы там, это, это, прямо заявляем свои требования, свои мысли, выдвигаем, не боимся. Там некоторые говорят, вот я Жанн, но ты же, говорит, не разбираешься. Слушай, если бы я не разбирался, какого чёрта я вызывал бы на дебаты действующего и бывших главных имамов нашей страны, я вижу, что это лицемеры, никакие они не мусульмане. Я их по одному только эпизоду определю, что они никакие не мусульмане. Вот эти все, которые клоуны ходят, да? Если ты истинный мусульманин, ты будешь против того, чтобы в Казахстане разводили свинью. Это экологически нечистый продукт, это первое. Но второе, казахи никогда не разводили свиней. Арабы разводили, до того момента, как Мухаммед Айгампак появился, и он им запретил. Сейчас ни в Саудовской Аравии, ни в Дубае они разводят. В Казахстане никогда не разводили свиней, пока не появился русский мир. Они специально их разводят. Да миллионы голов сейчас в год разводят. Я эту тему поднимал, как истинный мусульманин. Не должно на казахской святой земле разводить свиней. Если есть люди, которые употребляют, разговор нет. Магазины допускают. Из России завозить, из Белоруссии завозить, из Украины завозить, магазины продавать. Здесь я же не какой-то же аналитик. Но, это экологически вредный продукт, это вообще не казахский продукт. Ни один имам, ни один так называемый типа мусульман, эту тему не поднимает. Почему? Потому что они не являются мусульманами, они агенты ФСБ. Только ФСБ формирует им повеску. Вот здесь вы точку дополили. Наши имамы это агенты ФСБ. Агенты ФСБ. То, что их расплодились, размножаются, как эти кролики, это работа ФСБ Кремля. Вот эти что имамы появились. Люди не понимают. Вот это религиозная пропаганда, она вся из России идет. Вся политика. Вся политика, то, что у нас якобы бороется коррупция. Нет никакой коррупции. Так должно быть. Вот эта система воровства, это суть вот этого коммунистического режима. Вот я с 17-го года изучаю, когда с вашей подружкой Жанной говорю, 17-й год она рукой машет. Ой, сейчас активистов наведем, тысячи лидеров. И они ловят. Если политик, ты должен разбираться. Корни проблем. Откуда? Когда возникли? Они возникли, заложены тогда. 17-й год. Вот для нас самый важный. Это банда большевиков захватила власть. Вот эти террористы, фашисты, русский мир. И вот с этого момента все проблемы и в России, и у нас. Половина нации истребили казахов. Половину над ней работали, завозили с Украины, Белоруссии, туда записывали русскими. Вот Башко там сидит, который, пан Василь брал интервью, он прямо шовинист, расист русский. Он украинец. Нет такой нации вообще русской. Русские это, нет, допустим, всегда корректно говорить, русский какого происхождения. В основном все русские украинского происхождения, потому что их много было. Их специально вывозили в Казахстан, Приморский, давали им земли, льготы давали, подъемные давали. Зачем? Оторвать их от своих корней, сделать из них русскими. Русские это пятая колонна. Русские это определенный инструмент политический. Почему вот это в Прибалтике всегда шатали, почему войну открыли в Украине? Потому что именно это оружие заработало. И здесь в Казахстане. Вот эти все вопросы я поднимаю, потому что мы разбираемся. А вот там шалкет, и криши шалкет. Вы вечно будете так говорить, вечно. Вопрос надо по-другому ставить. Нам нужна политическая организация, партия, здравые люди в Казахстане, которые никогда не имели никаких сношений с этой раковой опухолью. Вот то, что Назарбаев, Тухаев, это не самостоятельные политики. Это приспешники Кремля. С 91-го по 2004-й год Назарбаев имел условную свободу до того, как чекисты власть не восстановили. А после этого они все в бараний рог завернули. А 22-го года, января, полностью русский оккупационный режим. И мы на эти все вопросы даем ответы четкие, ясные, с доказательствами. Тогда как никто в стране эти вопросы никогда не освещал и не будет освещать. правильно говорят, там все под запретом. Там ты знать будешь, тебе ничего не дадут, потому что спрос будет жесточайший. Поэтому методы борьбы, которые я предлагаю обществу, вы там хобби называете, это моя работа. Это моя работа как политика и день и ночь занимаешься этим, шесть лет подряд, каждый день. Вы не понимаете. Мне просто непонятно, раз вы гражданский активный, вы два образования имеете, не в состоянии этого понять, то, конечно, вот это общество, которое находится, имеет таких гражданских активных людей, оно не может рассчитывать на перемены. Будете все время блуждать среди трех сосед. Вам все время будут накидывать яркиных ракишевых, вот таких Бухаевых, Думанов, Мамаев, и будете все время бегать за ними Тайжан, Шураевы, имамы, и все время будет у вас искусственная иллюзия, вот эта навязанная реальность. Вот это все это навязанная реальность, она не является реальностью. Бухаев, фейковый президент, правительство, члены, почему вот Путин приходит, Смаилов, премьер-министр страны, приходит, зачморить пацана. В Кремле управляют бандиты, Путин он по понятиям бандит чистейший, и он чморит. Когда Тухаев говорит на 5 или 6 международных форумах, это чистейшей воды чморение. Человек морально опущенный. Но там другие инструменты есть, не только морально опускают, они некоторых прямо сексуально опускают, это снимают на видео и удерживают власть. Вот как удерживается власть. Единственный человек, который дает полную коркину стране, как она есть, по факту, это мы. 1 час 50 минут, Айгуль, вам спасибо, вас знают, это гражданские активисты, послушают, сделают выводы, я надеюсь, ходить там что-то, где-то что-то сказал, кому-то там рожа трубая не нравится, или что-то еще там не нравится. Это все условности. Смотрите, вот Айгуль говорит, меня означает, что ты не должен выказывать, как вы говорили, как человек эмпатичный, вы должны ему выказывать. Трое детей остались сиротами. Журналистов, вот когда я говорю, комитет, вы должны были, вы же журналисты, я же не журналист, вас спас вот этот международный комитет, с которым мы должны были наладить связь, да, вот, международный, я прямо искал, есть ли институты, я нашел, есть международный, и сегодня совпадение, делаю с вами материал, и оказывается, вас, чтобы за вас хлопотал международный комитет по защите журналистов в Нью-Йорке, а вот если бы, как я говорю, люди подхватили мою идею, а идею, я же вам не блогер, я вам не журналист, я как политик, реальный политик, реальное действие, говорю, вот, если комитет меня поддержит, я сайт открою, там 50 тысяч человек зайдет, мы пишем письмо, Еленскому, Еленский уже не может игнорировать, дело давай, крути дальше, международный комитет журналистов, их, международное сообщество, политиков, мы уже от имени народа, чтобы впредь не стреляли в айдосов Садыковых, не убивали, не сажали их в психушку, вы в психушку отсидели, сейчас тишину поймали, Садыкова убили, вы тоже не видите, вас каждый разрозненно, где-то чирик-чирик, а потом как, айдос с Сарым правильно говорит же, почирикывает немножко, а потом мы их из виду теряем, и имена даже забываем, он правильно говорит, видите, в чем дело, это политика, друзья, делайте выводы, делайте правильные выводы, Рахмет, Виржанава, спасибо за приглашение, мне было очень приятно с вами беседовать, Чахса, всего доброго, делайте выводы, делайте правильные выводы, в политику заходите, то, что вы, как страус, голову прячете, меня не касается, всех касается, всех коснется, обязательно коснется, и если вы не предупреждая, будете такую позицию занимать, самым нехорошим, страшным образом коснется, события января до 2 года, другие события, да, она, никто не захватывал, Денис Тэн, олимпийский, чемпион, бронзовый президент, надежда матери своей, они лелеяли, что он дальше будет, вот это славить, страну, семью, женится, это политика, то, что вот люди, заработать нечем, грабят, им надо же, что олимпийского чемпиона, режут в Алматы, чтобы фонарь красить, это все политика, благодаря за внимание, всего доброго, всего доброго,